Доброго здоровья, хунту и хунтуберы! Мы из Украины. Каждый раз, когда приходится отъехать на пару дней в сторону от цивилизации, по возвращению я поражаюсь происходящему здесь. Там, на нуле, нет званий и должностей, есть только позывной. Если ты не знаешь, кто стоит за позывным, то ты чужой здесь, и что ты тут делаешь тогда? Там, на нуле, нет пива, нет дешевых понтов, нет мобильной связи, интернета, тепла, воды, солярки на заправках, нет дележа по сад, нет тишины. А если она появляется, то первая мысль – что они опять приготовили и когда и где продолжат? Там на просьбу о помощи тебе не отвечают – не могу. В крайнем и самом сложном случае – не могу прямо сейчас, подожди, пока доеду. Там не поймаешь рацию в прямом эфире, а если поймал – значит ты свой. Там нет дорог, есть только направление. Если пошел снег, значит придется тратить больше солярки на прогрев и дорогу. Колеса вязнут в месиве, двигатель вгрызается в грунт, и если солярки у тебя нет, или двигатель сдох, или петька сломалась – считай, приехал. При минус пяти уже шансов продержаться долго без тепла у тебя немного. Так что либо у тебя должна быть солярка, либо всегда недалеко должны быть свои, и солярка должна быть у них. Если машина едет по встречке, то это не потому, что водил, а пупел. Только один вариант возможен. Что-то случилось у него. Прими вправо или влево, куда можешь. Пропусти, притормози или вообще остановись. Будь готов помочь всем, что у тебя есть, потому что если, похоже, случится у тебя, тебе никто не поможет, кроме своих. А если в такой ситуации встретишь чужих, значит ты где-то жил не так, как хотел и мог. Пришло время тебе рассчитываться по счетам. Готов? Если тебя остановили, проверяют документы и заглядывают в каждую щель в машине, то не потому, что им нефиг делать от скуки. Чхать они хотели на твои киевские понты, дорогой мэрс. Просто час назад прошла ориентировка, и они пытаются понять, ты свой или у тебя нет своего позывного. Кстати, за все дороги по нулям мы ни разу не встретили ни одной крутой по меркам города тачки. Самое дорогое, что попалось на дороге – Volkswagen Passat года десятого в кузове универсал. Ни модных в столицах Toyota, ни Panamera, ни этих ваших полуспортивных Kia, никаких крутых бусов, никаких модных немецких микроавтомобилей с дорогущими фарами и постоянными табличками на стеклах. Продам! В которых водитель и пассажир просто не поместятся в брониках. Все просто. Машина должна уметь делать две вещи – везти тебя от блокпоста до блокпоста и везти твой груз по любой доступной поверхности, переваривая доступное в районе топливо без ТО и СТО, иначе это не машина, а просто груда тщательно скомпонованного металла, покрашенного и помытого. Часто то, что тебе нужно везти – это даже не твои вещи, это еда для бата, вода для бата, снаряга для бата, быка для бата, медицина для бата, соляра для бата. Тебя ждут с этим грузом, а ты едешь, трясешься на ямах, каждая размером с корову, переходящих в такую же, но размером с лося, и думаешь только две мысли. Хоть бы эта конструкция выдержала эту дорогу, если будет прилет, то пусть не прямо в тебя, а не прямо сейчас. Вот доеду и пусть уже потом, чтоб хлопцам было несложно и недалеко все это таскать. Ладно. И вот едет навстречу колонна. Тэчик, шушек, пирожок, две копейки, еще тэчик. Все машины волонтерские, до единой. На каждом лобовом крест, а внутри уставшие люди. Ни премьер-министры, ни президенты, ни министры, ни клерки. У каждого есть только позывной. И друзья, и БК. Ты их не видишь в темноте салона, ты их не знаешь, ты даже не понимаешь, сколько их там, но знаешь одно точно. Если ты перестанешь встречать такие волонтерские колонны, то будешь встречать другие. С задками во весь борт. Возвращаемся в город. Включаю еды неправды виновыны и только и слышу. Президент Владимир Зеленский, президент сказал, президент, президент, президент. Показательные чиновника пад полторы недели. И что в итоге? Возглавить таможню некому. А вы пробовали искать не только внутри слуги народа? Впрочем, ожидаемо. С вами уже в одном поле никто не сядет в километре. Не то, чтобы возглавить таможню вашу, через которую вы вагонами тянете и тянете в обе стороны. Или вы думаете, никто не знает, сколько стоит пересечь границу, если ты самый слуг или твой кум в слугах. Обыскивали, обыскивали, да не выискали. Кто слышал, кого в итоге упекли? Вот реально. Никого? А шо так? Столько шуму-то было. Я вам сейчас устрою, так раз так. Так где в итоге дела, Владимир Саныч? Весной? Он досык цеты. Где хотя бы один грузовик от президента? Хоть один течик, хоть один пак воды. Или это разные президенты у нас. Один хороший в телевизоре, а второй бунавтик? Кто-то может мне объяснить, что вообще происходит? Про яйца. Одни кричат, бары! Вторые кричат, мы не бары! Третий кричат, не на чосе! Да? Тогда объясните мне этот прикол. До яичного скандала на педроздил выдавали три лотка яиц на период, а после того, как выяснилось, сколько они стоят, стали выдавать девятнадцать штук на тот же период и тот же педроздил. Еще раз, чтобы не показалось, что вы ослышались. Девятнадцать штук яиц вместо трех лотков на весь педроздил. Что? Невыгодно стало поставлять в часть продукт или куры вдруг перестали нести сиреское? Яйца ушли вслед за русским кораблем или за тем зерном из госрезерва, которое пожрали мыши? Как понять? А главное, как объяснить бойцам эти шашни с народными деньгами в такой час? Где набраться таких донатов, чтобы вместо власти покрыть все потребности ЗСУ? Зачем мы платим налоги вообще? Для чего у нас, куда не ткни, ответственное лицо? Ситуация полностью контролируемая, все працюют 24 на 7, а яиц стало вместо трех лотков два десятка без одного яйца. Это что? Это как? Бойцы пишут, нам отсюда перемога не видна. Вы просто вдумайтесь в смысл этих слов. Хлопцы, я вам так скажу, она и отсюда не видна, она ниоткуда не видна. Это не значит, что ее нет и не будет, нет. Все, что пока видно и ощущается, это пот, боль, слезы и кровь, а еще дружба и поддержка своих. И вот пока есть поддержка и солярка, надо держаться и ехать. Хотите свалить? Раньше нужно было думать. Весной 19-го надо было думать. А теперь вас неким заменить, сколько бы вы там не стояли. Замена вам либо бухая, либо хворая, либо вата, либо бунютик. Сами решайте, кто будет ваших жен и детей перекрывать вместо вас. Вы или хохотуны из стелеков. В общем, такое вот настроение у хунтубри. Отвезли хлопцам немного смоколыков, ну, чтоб вы понимали, о чем они просили и что мы отвезли. Это бумажное полотенце, мыло в кусках, стиральный порошок и влажные салфетки. Угадайте, для чего им на нуле нужны бумажное полотенце и почему ничего подходящего хлопцам не выдают. А угадайте, почему мы купили дорогие и подешевле, те, которые пылят при разматывании. Пикап почти готов, осталось только полирнуть фары и забрать в располагу. Он вышел очень дорогим, потому что пришлось перебирать его полностью под поставленные ему задачи. Менять рессоры, перебирать движок, радиатор, там теперь новый, укреплять и подваривать раму, менять подшипники почти что по кругу. Но если бы вы слышали, как сейчас работает мотор. А еще, нам с вами дали очень ценную грамоту и медали. Розкажу про все в отчетном ролике. На сегодня у меня все. Слава Украине! Слава ЗСУ! Ставайте донатерам УПЕНСа, підпишитесь и переделитесь ролик на другому каналі 24 ЙОПЕНС. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицьніть дзвоника, выберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів УПЕНС відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Дякую за перегляд!